МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ ВЫСТУПИЛ СРАЗУ НА ДВОХ ЯЗЫКЕ КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЖИНМИН ЗЕЙНТЕ, ГЁУ ИЦИЯ СЕСИТА, 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 СЕСИТА. По-русски задолжить сказать. Друзья, у нас сегодня замечательный день. Сегодня третий раз проводится это мероприятие. У нас, конечно, особые отношения с провинцией Хелунзиан, дружеские. Здесь недалеко, вы знаете, строится международный мост. Но самое главное, самый главный мост мы уже построили. Это мост дружбы между нашими народами. Первыми на пограничный лед Амура уже традиционно вышли самые юные участники этого турнира. Возрастная группа этих хоккеистов до 14 лет. Уже с первой минуты наша команда перехватила инициативу в свои руки, создавая самые острые ситуации у ворот противника. В итоге одна такая передача принесла сборной форвард. Первое победное очко. Счет открыл игрок под номером 11, капитан Вадим Ищук. Игра юниоров продолжалась ровно 15 минут. Китайские хоккеисты пытались отыграться. Каждый раз идя в наступление, однако к концу периода счет остался прежним. И уже на последних минутах амурчане смогли забить еще одну шайбу. В итоге 2-0 в нашу пользу. Все боролись команды. И та команда боролась. Мы боролись за шайбу. Но нам повезло. Следующими на лед вышли команды юноши. Им предстояло сыграть по три тайма 15 минут. Эта встреча должна была стать самой зрелищной. И спортсмены ожидания зрителей оправдали. Борьба шла за каждую шайбу. Все атаки, особенно проведенные нашими хоккеистами, вызывали бурю эмоций на трибунах. Шайбу! 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 Среди тех, кто следил за игрой, был и Александр Данилович Пинчук. Именно он был свидетелем первого такого товарищеского матча, который прошел на реке Амур еще в 1958 году. Были другие возможности материальные, но зато духовности было, я думаю, не меньше, чем сейчас. Потому что русские с китайцем уже в то время были братья навек. С китайской стороны зрители также эмоционально поддерживали своих игроков. Но вот что интересно. Если наши делали это от души, то граждане КНР по команде руководства. Для Китая хоккей – это не национальный вид спорта. В Поднебесной он не так развит, как, скажем, в России или Канаде. Но к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине, китайцы решили уделить большое внимание этой игре. Такие международные матчи – хорошая возможность не только отточить свою технику, но и научиться у соперников чему-то новому. Чем больше таких мероприятий международного класса, тем лучше. Здесь учимся смелости духа. Ваша сборная очень сильная и мастерство, и техника. Почетным гостем этого международного турнира стал звезда российского и международного хоккея Александр Селиванов, который специально прилетел в Благовещенск, чтобы посмотреть на игру. По мнению спортсмена, техника на самом высоком уровне, как у китайских, так и российских игроков. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Неважно, главное, правильное участие, потому что все, чтобы довольны. И в нашем случае мы же выиграли постоянно у них. Поэтому даже если мы и проиграем, пусть наши соседи порадуются. Первую шайбу, причем в наши ворота, китайцы смогли забить только во втором периоде. Но уже в третьем амурчане смогли отыграться. Гол грамотно оформил нападающий нашей сборной Евгений Зеленюк. После второго периода, когда мы пропустили, мне очень стало обидно, потому что мы вели и должны были показывать тот хоккей, который мы планировали. Мы вышли на лед и начали это делать. Благодаря тренерам они вовремя делали смены пятерок. И мы друг друга поддерживали, меня есть одна пятерка, давали друг другу пять. Говорю, и сможем, сейчас забьем. И это случилось. И осталось только поднажать и продержать этот счет. Международный турнир-содружество между командами Благовещенской провинции Хэйлуньзян закончился символично в ничью 1-1. И, как говорят, победила дружба. Игрокам, которые забили единственные в этой игре голы, достались не только кубки участников, но и отдельные призы как лучшим хоккеистам турнира. Клюшка, сделанная из древесины кремлевской елки, отправится в Китай. А вот майка с автографом легендарного Павла Буре досталась Евгению Зеленюку. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.